Ты меня не знаешь, а я тебя видел один раз. Да что вам угодно. Постой! Я пришел сказать, что люблю тебя. Так значит, это любовь с первого взгляда. Спасибо. Кроме матерного, девочки долго отходили от пионерского отдыха. Уже в 1961 году Анастасия получает заметную роль. Она играет о соль в фильме «Алые паруса», будучи старшеклассницей. Правда, если искренность и простота помогли сыграть ее первую роль, то озвучка юной актрисе не удалась. Поэтому мы слышим чужой голос в звуковой дорожке фильма. Это голос актрисы Нины Гуляевой. Вертинская ненавидит свою первую роль, считая ее абсолютно непрофессиональной. Вторая роль принесла юной Насте всесоюзную известность. Снова Грин, на этот раз человек-амфибия. Третья роль была совсем невероятной. Козинцев пригласил 18-летнюю девушку без профессионального образования сыграть Офелию в паре с Иннокентием Смоткуновским. Через год после постановки Гамлета Козинцев во вступительной лекции о режиссуре напишет. У нее были реальные 18 лет. Великолепные. Очень подходящие для шекспирового образа внешние данные. Хрупкость, чистота, облик, похожие на портреты раннего возрождения. Но ее духовное содержание, мягко говоря, было не так уж велико. Может быть, она пострадает в жизни, и ее духовное существо разовьется. Но тогда, когда я начал работать с ней, оно было крохотным, и образ нужно было лепить. Все было хорошо. И руки, и шея, и походка. Но сердце не билось. Сердце заставил биться Шостакович. Так бывает. Только сыграв Офелию, Вертинская определилась с выбором профессии. Она поступает в Щукинское училище и тут же получает еще одну знаковую роль. Маленькой княгине Лизы Волконской в эпопее «Война и мир». В 1966 году на 4 года Вертинская становится супругой Никиты Михалкова. Но она не подходила под одеял женщины-метры, сидящая дома дама, рожающая детей. Второй скоротечный брак с Бардом Градским навсегда отвратил актрису от института брака. И больше в походах в ЗАГС она замечена не была. Между тем, сразу после окончания «Щуки» она снова получает супер роль – Китти Щербатской и Ванни Карениной. Параллельно она работает в театрах и также получает самые завидные роли, впрочем, оставаясь звездой кинематографа. Мало кто знает, что Констанцию Бонасье в «Трех мешкетерах» озвучила не Алферова, а Вертинская. Перестроечный кризис кино не коснулся Анастасии Вертинской. Она много снималась в очи хороших лентах. В частности, уже не молодую актрису предпочел многим красавицам Юрий Карра для роли Маргариты в экранизации романа Булгакова. Сейчас Вертинская много преподает, у нее свой благотворительный фонд и много работы на телевидении. От брака с Михалковым есть сын Степан, растет внук. Друзья, подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. Впереди еще очень много интересного. Субтитры создавал DimaTorzok